Всем привет дорогие друзья, с вами спортивный инкубатор 72.12 и это новый выпуск. И сегодня мы как всегда познакомим вас с новостями мира спорта за прошедшую неделю. И сегодня мы решили быстро 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 вкратце пробежаться по всем чемпионатам, топовым чемпионатам Европы, в которых произошло очень много интересных и важных матчей. Первый, конечно же, самый важный и интересный матч, который произошел еще на прошлой неделе на выходных, это Манчестерское дерби. Манчестер на Олд Траффор принимал Манчестер Сити. Ну и после этого матча, конечно, остался очень негативный осадок у всех фанатов МЮ. МЮ проиграл Манчестер Сити со счетом 4-1. Очень-очень просто ужасный матч для МЮ. И, конечно, стоит отметить отличную работу Уэйна Руни, который бился сразу и за Робина Ван Перси, и за себя. Кстати, РВП в этом матче не играл. Ну что ж, Мануэль Пелегрини побеждает в первом своем Манчестерском дерби. Виктор Моэс терпит поражение, и стоит пожелать ему удачи и вынести из этого уроки. Так что, и тут видите, что в составе Манчестера не очень сложно действовала вся команда, и особенно Рио Фердинанд, который привозил и привозил моменты в свои ворота. После самого Манчестерского дерби наша Дина впала в недельную депрессию, и она сейчас дома, зажавшись в углу, сидит тихо и плачет. Поэтому сегодня выпуск буду вести полностью я один. Ну и мы продолжаем. И следующий матч произошел в понедельник. Это был центральный матч Ла Лиги, в котором играли Валенсия и Севилья. Матч проходил на Месталье. Обе команды плохо начали чемпионат и провалили старт сезона. Но если Валенсия еще пытается цепляться за какую-то надежду, просто силу воли и находится пока еще на седьмом месте в чемпионате, то Севилья находится в крушении просто и в падении вниз, в подвал турнира таблицы, и сейчас занимает аж 14-ю позицию. В итоге матч завершился победой хозяев со счетом 3-1. Остается лишь пожелать удачи обеим командам и надеяться, что Севилья принесет какие-то изменения в свою игру и поднимется выше турнира таблицы. Ну и того же самого пожелаем и Валенсии. Эх, Париж. Париж прекрасный город, город мечты. Да и футбол там тоже отличный. Во вторник играли PSG и Monaco, два лидера чемпионата Франции. PSG, если бы в этом матче победил бы, вышел бы на первую строчку в турнирной таблице. Monaco же, который находился на данный момент на первой строчке, главное было не проиграть и не дать PSG набрать эти важные очки. Обе команды запрягали весь матч, забить удалось в итоге с самой самой концовки матча обеим командам. В итоге была боевая ничья 1-1, PSG остается на второй строчке турнирной таблицы, а Monaco сохраняет отрыв в два очка от своего преследователя. В понедельник также и в серии А был сыгран крайне интересный матч, центральный матч тура. Играли Милан и Наполи. Неаполитанцы приехали в Милан, уже находясь на третьей строчке турнира таблицы. Милан же находился примерно как Севилья в чемпионате Испании, около 14-15 позиции. Милан нужно было срочно, это победа и нужны были очки, прям как кровь из носа. В итоге Милан не добился ничего, неаполитанцы могли и вовсе завершить матч сухую со счетом 2-0. Марио Балтели не реализовал пенальти на последних минутах матча. Кстати, его первая не забитая пенальти во всей карьере. Но все же Супер Марио добился своего и на 91-й добавленной минуте он забил гол за Милан. Но это ничего не поменяло встречи. В итоге 2-1. Наполи набирает очки, остается на третьем месте турнира таблицы и продолжает борьбу за Скудета вместе с Ромой и Интером. А вот Милан нужно срочно что-то менять. И надо бы уже что-то менять в руководстве. И следующий матч, который произошел также на этой неделе, заслужит вашего внимания. Это матч между Барселоной и Реал Соседатом. Барселона принимала своего соперника на Камп Ноу и заведомо была фаворитом матча, как и оказалось на деле. Хоть Соседат огрызался и пытался атаковать, проводил очень опасные удары и моменты, но это привело лишь к тому, что на 8-й минуте счет уже был 2-0 в пользу Барселоны. Сначала на 5-й минуте Неймар открыл счет своим голам в Ла Лиге, забив прекрасный гол. Ну а затем через 3 минуты сам же Неймар отдал голливую передачу на Лео Месси, который головой замкнул навес на дальней штанге. Тогда счет уже стал 2-0, но на этом Барселона не закончила свое дело. На 23-й минуте Серхио Бускет с прекрасным ударом издалее поразил ворота соперника в ближнюю шестерку. Затем так и зарешился первый тайм со счетом 3-0. Во втором же тайме обе команды отличились еще по разу. Сначала за Соседат гол престижа забил Альберто де Лабелья, ну а затем за Барселону победный, ну и уже окончательный мяч забил Марк Бартро с передачи того же Леона Ле Месси. В итоге 4-1 Барселона одерживает очередную победу и продолжает свое великолепное шествие по турниру без потери очков. Ну а на следующий день свой матч проводил Мадридский Реал, который в свою очередь выезжал в гости к Эльче. По сути та же самая ситуация, что и с Барселоной, матч с аутсайдером турнира. Но это аутсайдер, аутсайдер Розни в итоге Реалу представил очень и очень непростой матч. Весь первый тайм команды запрягали, запрягали, бились, бились, но ничего так и не получилось. Эльче атаковал, честно сказать, попасть. Не были моменты, чем у Мадридского Реала и несколько раз Диагу Лопесу пришлось вступить в игру и показать, что он, ну, может быть и заслуженно стоит в воротах Мадридского Реала, хотя все равно и Киркасилис лучший, мы все это знаем. В итоге первый тайм разрешился с счетом 0-0, а вот в втором тайме началась настоящая свистопляска. Сначала на 51-й минуте Криштиану Роналду реализовал штрафной и, конечно же, был забит гол, не без помощи голкипера, который сыграл, ну, крайне ненадежно. После гола Криштиану Роналду на последних минутах матча на 80-х и 90-х начался полнейший пи***, товарищи. Сначала на 90-й минуте, на 91-й добавленной минуте Эльче все-таки сравнял счет. И в итоге казалось, что уже ничья. Да, наконец-таки Эльче заработает свои очки. Но не тут-то было. На 96-й добавленной минуте, прошу отметить то, что тому моменту на матч добавили 3 минуты дополнительные, то есть это 3 минуты еще перевеса. На 96-й добавленной минуте Реал зарабатывает пенальти. Очень, очень спорный пенальти. И Пепе, конечно же, наш великий, грозный и ужасный симулянт Пепе, показал, какой он прекрасный артист. Ему в этом деле весело подмигивает Хорди Альба и наш Роджер Канис. В итоге Пепе заработал пенальти, Криштиану Роналду его реализовал на 96-й добавленной минуте. Так что отметил, что после этого матча разразился очередной скандал, само собой, вокруг судьи. Этот же судья обслуживал матч между Барселоной и Севильей в позапрошлом туре. На этом матче он не засчитал гол Севильи ворота Барселоны, абсолютно чистый гол. И после этого он дал разрешить Барселоне атаку в конце матча, которая разрешилась голом. Но если атака Барселоны продолжалась после матча еще секунд 30-40, то гол Реала произошел через 3 минуты после свистка. Сезар Мунис Фернандес, арбитр данного матча, будет наказан следующим образом. Во-первых, он не будет судить следующие два тура чемпионата Испании. Во-вторых, он отстранен от обслуживания международных встреч, наверное, на пожизненный срок. И в-третьих, после окончания данного сезона он будет отправлен во второй дивизион чемпионата Испании. Также он больше никогда не будет назначен арбитром на матчи с Эльче. Ну и также я еще раз хочу отметить потрясающую феерическую просто симуляцию Пепе и сказать то, что Реал отскочил от Эльче. Ну и заканчиваем тему прошедших матчей и переходим к новостям немного другого характера. Первая новость из Италии. Нинам сообщает о том, что Палермо официально объявил об отставке своего тренера Дженаро Гатусо. Напомню, что Гатусо возглавил клуб в начале июня этого года, числа 4 или 5. Под его руководством клуб провел 6 матчей в чемпионате Италии и 2 в Кубке страны. Так что это отметить то, что при нынешнем президенте Палермо это уже 44-е увольнение главного тренера. И тут стоит задуматься, а в тренерах ли дело. Ну и следующая новость скорее комедийного характера. Она также из Италии, из Милана. Прекрасного Милана, в котором находится сейчас в полной жопке, нашли решение всем своим проблемам. Тем, что наймут психолога для всей команды. Якобы команда находится в тяжелом состоянии, в моральном. Такие поражения, не набирание очков и нахождение в середине турнирной таблицы. Также прошла с тем, что якобы для Марио Балателли наймут личного психолога, который будет разговаривать с нападающими и будет пытаться понизить его гнев. Ситуация уже становится похожа, знаете, вот на что, как в комиксе, например, мне кажется, приходит Берлшкони руководство Милана и говорит. Так, у нас в клубе полная жопа, надо что-то менять. Ты, давай, давай, Дей. Давайте наймем психолога, он будет помогать фублистам. Класс, давай, ты, следующий. Давайте свалим все на Балателли и на прочих фублистов. Да, классно, давай, следующий. И кто-то один человек будет сидеть, такой говорит, может, просто уволим Аллегри и сменим тренера? И нахрен его будут выбрасывать из клуба, потому что Аллегри же неприкасаемый супер-мега-тренер, которого никак нельзя убирать из Милана. Ну что-то, ребята, я очень надеюсь, что Аллегри все-таки уйдет из клуба и найдется более-менее нормальный тренер, который принесет все-таки в Милан какую-то искру и дух команды. На сегодня все. Вот такими были спортивные новости на этой неделе. Занимайтесь спортом, берегите себя и своих близких. Антон Алехин. Специально для Гонзо Киезет. Продолжение следует...